Всем привет! Вы смотрите и слушаете спортивность. Сегодня прошла жеребьевка нового турнира от UEFA под названием Лига Наций. Предлагаю посмотреть вместе со мной ее результаты, но прежде буквально в двух предложениях объясню суть этого турнира и структуру. Итак, в этом турнире примет участие 55 команд. Они будут разделены на 4 дивизиона или 4 лиги. A, B, C и D соответственно. Каждый дивизион будет поделен еще на 4 группы. В 1 дивизион или в 1 лигу A попадают команды с 1 по 12 место согласно октябрьского рейтинга UEFA. Почему октябрьского? Ну потому что корзины перед этой жеребьевкой были сформированы именно в этот период. То есть в этом дивизионе A могут между собой сыграть Германия-Англия, Германия-Франция, Германия-Португалия. В общем сильнейшие 12 команд. Уже интересно, не правда ли? В следующий дивизион B попадают следующие 12 команд согласно рейтинга с 13 по 24 место. Что же это за команды? Узнаем уже в ходе результатов жеребьевки. В дивизион C попали внимание 15 команд, а в дивизион D 16. Ну думаю логика понятна, остальное будем уже разбираться в ходе результатов жеребьевки. Начну с дивизиона D. Итак, в первую группу попали Грузия, Латвия, Казахстан, Андора. Из группы выходит лишь одна команда, но об этом чуть позже. Группа 2. Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марина. Группа 3. Азербайджан, Фареры, Мальта, Косово. И четвертая группа Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар. Да, у этого турнира свои особенности. На нашем канале Спортивной есть отдельный ролик про Лигу Наций. Для чего она нужна и что дает, узнаете из этого ролика. Подсказка будет в конце видео. Скажу лишь, что эти первые команды, занявшие первые места в своих группах, могут побороться за прямую путевку на Евро 2020. Но сама Лига Наций не отменяет чемпионат Европы и отбор к нему, а лишь дополняет и призвано убрать товарищеские матчи. Кстати, игры будут влиять напрямую на рейтинг сборных. Такая же ситуация будет и в каждом дивизионе, который получит по одной прямой путевке на чемпионат Европы. Кроме того, эти первые команды, занявшие первые места в своих группах, автоматически на следующий сезон попадают в более высший дивизион, то есть в данном случае Си. А вот последние команды, занявшие последние места в своих группах, никуда не попадают. Ну просто ниже уже некуда. Перемещаемся в следующий дивизион Си. Итак, группа 1. Шотландия, Албания, Израиль. Да, в этой группе будет всего 3 команды, и в этом есть свои плюсы. Группа 2. Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония. Группа 3. Словения, Норвегия, Болгария, Кипр. И группа 4. Румыния, Сербия, Черногория, Литва. Здесь аналогичная ситуация. Первые 4 команды, занявшие первые места в своих группах, перемещаются в более высший дивизион, соответственно, в данном случае Би. А 4 последние команды, занявшие 4 последних места, соответственно, в низший дивизион, в данном случае Ди. Смотрим следующий дивизион Би. Первая группа. Словакия, Украина, Чехия. Да, в этом дивизионе будет по 3 команды в каждой группе. Кроме того, как вы заметили, команды теперь играют с более-менее равными для себя командами. И еще, благодаря этому турниру Лига Наций, нам теперь не придется месяцами ждать, когда же будет играть сборная. Группа 2. Россия, Швеция, Турция. Ну, тут, как говорится, без слов. Это самая сильная группа в этом дивизионе. Группа 3. Австрия, Босния, Северная Ирландия. Группа 4. Уэльс, Ирландия, Дания. Ну, а теперь смотрим дивизион A. А вот послушайте логику тренера сборной Германии Йохи Малева. Мы надеемся, что в нашу группу попадут самые сильные команды. Мы хотим проверить себя и посмотреть, на что мы способны. Вот кто-то надеется на слабую группу, но только не Бундестим. Поэтому эта сборная одна из самых лучших. Итак, в первую группу попали Германия, Франция, Нидерланды. Вторая группа Бельгия, Швейцария, Исландия. Да, Исландия в рейтинге попадает в первые 12 команд. Кроме того, эта группа одна из самых, наверное, слабейших в этом дивизионе. Далее, группа 3. Португалия, Италия, Польша. Группа 4. Испания, Англия, Хорватия. Команды здесь распределены согласно того, как их доставали из корзин. В чем же особенность этого дивизиона? Также первые 4 команды, которые займут первые места в своих группах, поборются за путевку на Евро. И кто выиграет в этом квартете, получит не только напрямую путевку на Евро, но и Кубок Наций. И, соответственно, 4 команды, которые займут первые места в своих группах, никуда не перемещаются. Но выше уже некуда. Первый тур этого турнира запланирован на осень. И пройдет он с 6 по 8 сентября. Ну а теперь на вашем экране все дивизионы изучайте. Рекомендую также ролик под названием «Что это за Лига Наций». Оцените этот ролик, комментируйте. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова